Баттлфилд Более того, изменилась и привычная схема прохождения игры. Теперь главное место занимает одиночный режим, который представляет собой полноценное сюжетное прохождение. Это совсем не набор карт с ботами, это можно так сказать нормальный традиционный шутер. В центре событий группа из четырех американских военнослужащих, откровенно говоря, солдат второго сорта. Их отбраковали для выполнения второстепенных и тыловых заданий. Но так получилось, что именно эти вояки узнали о существовании золота наемников и своими приключениями изменили ход войны. Важнейшим достижением игры стала практически тотальная разрушаемость объектов. Мы видели нечто подобное в стратегиях, но в шутерах столь высокий уровень реализма достигнут впервые. Если вам мешает здание, то его можно разнести в хлам. Снаряды пробивают дыры в стенах. Деревянное перекрытие еще менее надежное. Все это благодаря новому движку Frostbite. Frostbite. Естественно, зрелищные разрушения теперь занимают важнейшее место в игре. В вашем распоряжении будут минометные удары и лазерные наводчики, способные обрушить на врага тонны авиабомб. Конечно, игра не претендует на реалистичность. Это в лучшем смысле слова аркадный шутер. Но давайте помнить, что разработчики игры настоящие асы в том, что касается многопользовательских батарей. В результате Bad Company представляет, наверное, самые азартные и увлекательные мультиплееры на консоли. Это режим Gold Rush, в котором на карте могут сброшаться до 24 игроков одновременно. Опытным бойцам будут доступны новые апгрейды оружия и боевой техники. Придраться в итоге можно лишь к некоторым особенностям графики и не самому продвинутому искусственному интеллекту. Но это именно придирки, потому что Bad Company оказался первоклассным шутером. Искренне рекомендую. Мегахит.